здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас рада видеть вас рада читать сегодня снова с вами евангелие мы продолжаем читать 13 главу и сегодня ее заканчиваем нам предстоит совсем маленькое зачало но очень насыщенное смыслом смыслами наверное даже и опять же очень актуальное для нас сегодняшних христиан для тех кто читает евангелие сегодня с нами впервые я хочу напомнить что мы согласно традиции русской православной церкви читаем евангелие по церковно-славянски если вы с этим языком пока что не знакомы или вам трудновато воспринимать на слух возьмите в руки новый завет на любом удобном для вас языке и следите за нами сперва мы с вами прочитаем отрывок а потом будем говорить начнем же мы с вами со стиха тридцать первого и дойдем собственно до конца главы в той день приступи шиницы от фарисей глаголюще ему изыди и иди отсюда яку ирод хочет тебя убить и и речеем шедше рците лису тому сей сгоню бесы и исцеление творю днесь и утре и в третьей скончаю о баче подобает мне днесь и утре и в ближней идти яку невозможно есть пророку погибнуть и кроме иерусалима иерусалиме иерусалиме избивой пророки и каменьем побивая посланы к тебе коль краты восхотех собрать и чада твоя яку же кокош гнездо свое под крыле и не восхотести все оставляется вам дом ваш пуст глаголю же вам яку не имати меня видите донди же приидет егда речете благословен гряды во имя господне прежде всего давайте сориентируемся с вами где находится христос географически и о каком именно ироди идет речь удовлетворим так сказать свое любопытство христос находится в этот момент когда он говорит эти слова в области под названием пирея то есть на той стороне реки иордан когда мы жители израиля говорим на той стороне мы имеем ввиду естественно восточные берега иордана потому что мы живем на западном пирея это была довольно большая область которую сейчас как раз часть ее вернее занимает государство иордане горная область христос как мы видим проповедовал и там и принадлежала она также как и вся галилея то есть северная часть израиля ироду антипе ирод антипа был одним из сыновей ирода великого и мы с вами знаем о нем из евангелия в связи с историей с иоанном притечи вот как раз этот самый ирод антипа и имел незаконную жену иродиаду жену собственно своего брата филиппа которого он убил иоанн притечи обличал иродов незаконной связи с иродиадой и за что и впал в немилость иродиады и был казнен неудивительно что они все имели двойное имя ирод антипа это было принято так тогда то есть одно было имя как бы его собственное второе в честь его отца ирод антипа во многом был похож на своего отца ирода великого ирод антипа например был также склонен к интригам как его отец также заискивал пред римским двором кстати где он воспитывался имел такую же страсть к строительству и архитектуре ну и естественно был как мы видим неравнодушен к женщинам правда до своего отца ему было далеко у ирода великого было 10 жен важно также нам тут с вами добавить что по природе своей ирод антипа был человеком довольно малодушным и часто присмыкался перед более сильными и вот это качество в сочетании с известной порой жестокостью с которой он расправлялся со своими врагами вот наверное и легло в основу того эпитета которым назвал его господь христос называет его лисом хитрым коварным лисом и вот мы с вами здесь видим как фарисеи приходят ко христу и передают ему важнейшую новость ирод собирается тебя убить уходи отсюда создается впечатление что они очень переживают за христа они переживают за то что он может быть убит да но на самом деле как говорят нам исследователи нового завета толкователи это совершенно не так они по сути дела передают ему слова ирода их послал сам ирод антипа который очень хочет чтобы христос ушел из этой территории почему ушел потому что учение христа пользовать слишком большой популярностью и естественное не самим фарисеям не ироду не нравилось что иисус так долго остается в перее но ироду не нравилось что мы в его владениях так долго остается христос в принципе все три года своей земной проповеди как раз таки проповедовал то все в галилее да то есть в области ирод антипы а а фарисеям не нравится вот просто потому что не нравится что не нравится принципе ироду и фарисеям не нравится одно и то же популярность христа они просто-напросто очень сильно ему завидуют но поскольку зависть это очень ну как бы неблаговидное неблагочестивые чувства, они прикрывают ее заботой о народе. Они говорят, если мы сейчас не заставим его замолчать, он соблазнит наш народ, а народ пойдет за ним. Об этом узнают римляне. Римляне подумают, что восстание готовится, потому что постоянно в народе бродили вот эти революционные повстанческие идеи. Были такие, мы знаем, зелоты, которые мечтали свернуть римскую власть, ну и в большом итоге они уже и подняли восстание против римлян в 70-м году и потом уже в 136-м восстание Барковба II, которое довершило судьбу Иерусалима, разрушение его. То есть они прикрываются очень благими намерениями, заботой о народе. Что совершенно потрясающе, мы с вами сегодняшние христиане, кто очень внимательно следит за развитием мировых событий, можем наблюдать ровно те же самые процессы. Только здесь немножко по-другому расставлены акценты, скажем так, в роли Христа здесь в нашем современном мире выступает скорее традиционный образ жизни, традиционные ценности, но и в какой-то степени религия тоже, тяготение людей к нормальной человеческой жизни. И вот есть силы, которые явно ревнуют нас очень сильно к этому и стремятся изменить ход событий. Вот такие мысли посещают, читают и Евангелие сегодняшними глазами нас сегодняшних живущих в той ситуации, где мы есть. А мотивы всегда очень такие благостные, добрые, забота о благе человечества, как это было собственно. И тогда забота о благе народа. И вот Господь совершенно справедливо называет Ирода лисом, потому что это именно поведение хитрой лисицы. Хитрой, но, прямо скажем, не очень дальновидной, потому что если бы Ирод не поленился исследовать глубоко Писание, понять с кем он имеет дело, наконец просто Богу помолиться. Он бы понял, что, скажем так, здесь борьба явно неравная и Христа ему Господа не победить. Ну да, можно физически распять Спасителя, но только это приведет к его славе и победе. Так что все совершенно наоборот. Будем надеяться, что и в нашем современном мире также все закончится. Будем очень-очень на это надеяться и верить, что так все и будет. Ну вот, а дальше Господь объясняет, передает как бы сообщение Ироду, а вместе с тем всем своим недоброжелателям, да, то есть и фарисеям и всем, что мне надлежит ходить, исцелять, проповедовать в первый день, во второй и третий. Здесь намек на три года служения Христа, да, то есть, конечно, это не физически три дня, да, смертная, крестная смерть Господа не наступает через три дня после этих описываемых событий. Здесь имеется в виду именно, конечно же, как метафора, как образ три года служения Спасителя. И также эта метафора дает нам ощущение, как вам сказать, ну такое как бы выражение, которое просто показывает течение времени. То есть Господь говорит, я буду ходить и проповедовать вот столько, сколько мне, сколько я положил себе по времени, да, то есть я знаю свой срок, когда мне нужно будет уйти в Иерусалим, потому что нигде пророк не погибает, кроме Иерусалима. Но тут, конечно, не совсем исторически верно, потому что Иоанн Предтеча погиб не в Иерусалиме, в Мухересе, но действительно большинство великих пророков пострадали в Иерусалиме, поэтому Господь так говорит и Господь здесь очень горько порицает Иерусалим. Иерусалим вот особенно, чтобы представить себе отношение, скажем так, Бога с нашим городом святым, в котором мы живем, нужно читать плач Иеремии, где Иерусалим называется вдовой. В других местах у Иеремии он называется невестой, которую Господь уготовал для себя, которая должна была в чистоте и верности ждать его, а вместо этого блудила и грешила, и отдавала, и продавала себя. Имеется в виду, конечно же, блуд духовный, да, в данном случае. То есть грехи, которые творили жившие в городе, предавая Господа, грехи маловерия, грехи уклонения в другие какие-то ценности и другие морали, и другие религии. И в принципе это тоже отражение, как бы, да, вот наш современный мир в таком же состоянии находится, в состоянии духовного, умственного, всяческого другого блуда. То есть мы отказываемся, уходим от тех заповедей, которые дал нам Господь. И если представить себе, что Иерусалим – это образ церкви, да, а может быть даже вообще всего мира, то весь мир находится вот в этом состоянии падшей, согрешившей невесты, да. Можно так, Иерусалим, Библия – это часто образ, образ вообще всего человечества. Потому что, да, еврейский народ был избран, Иерусалим был избран для особой вот этой миссии, там должно было произойти распятие и воскресение Христа. Но ведь и весь мир, и весь народ избран уже тем, что он родился от Адама и Евы, то есть сотворён Богом, да, соответственно, все избраны, и у Христа уже нет отдельного избранного народа, да, мы знаем с вами из Евангелия, из послания апостолов, что нету для Господа ни Иудея, ни Элина, ни раба, ни свободного. Соответственно, вот это вот предательство, да, скажем так, вот это сокрушение, плач Господа Иерусалиме, можно спокойно применить к его плаче вообще о всём мире. И какие трогательные слова, которые просто каждый раз вызывают слёзы на глазах. Как я хотел собрать вас, как кокош, кокош это курица, да, как птица, своё гнездо крылышками покрыть, но вы не захотели. То есть это очень страшно. Это как мать, которая приходит к своим младенчикам с огромной любовью, они её вдруг кусают, прогоняют и отталкивают. Вот это представить в жизни нельзя, да, как бы, да, ну вот такой страшный образ. «И си оставляется вам дом ваш пуст». Что называет Господь здесь домом? Ну, в принципе, вот храмовая гора на еврите Хар Абайт, то есть ветхозаветный храм назывался Байт, дом. Гора дома, то есть дом Божий, то есть имеется в виду храм остаётся без благодати. Также домом называется весь еврейский народ, потому что в Библии мы часто встречаем понятие народа как дома, да, ну вот как там дом Давидов, например, да, или дом Ааронов и так далее. И также, конечно, здесь поэтому можно сказать о том, что это народ еврейский, народ Израиля, та часть его, которую Христа не приняла и отчаянно не принимает и до сих пор. Оставляется дом их пуст, то есть безблагодатным. Страшное слово, очень тяжёлое, по идее, должно вызывать у нас тех, кто Христа принял, тех, кто крещён во имя Господа Иисуса Христа, да, тех, кто христианином является, должно вызывать скорбь, плач и сожаление, ни в коем случае не торжество и не гордость. Гордость, вот мы какие, потому что тот же Господь говорил, что Господь говорил, что они лоза, да, а мы лоза коренная, природная, а мы прирощенные, поэтому, соответственно, должны только сокрушаться и сожалеть об этом факте. Но действительно так Господь говорит о том, что оставляется безблагодатным тот, не только в еврейском народе, а вообще тот, кто живёт без Христа, тот, кто живёт без Него. Вот, и дальше Господь говорит, что не увидите меня, пока я уже не приду. Здесь он второй раз. Здесь Господь своего рода предсказывает, что так и не будет он принят еврейским народом, что так и не обратятся они все к нему. И теперь увидят его, то есть увидят, в смысле осознают, кто он, увидят его в истинном свете, вот в этом смысле имеется в виду, когда уже он придёт судить мир во второй раз, и когда верные будут встречать его благословен грядущий во имя Господня. Тут уже не будет у них сомнений, когда они увидят его грядущего на облаках, с силою и славой небесной судить мир, да, уже во втором пришествии, у них уже не будет сомнений, что это он и есть. А здесь сомнения были, в земном человеке не узнавали они спасителя мира, и, естественно, своим земным умом греховным, да, они пытались бороться с ним, как с конкурентом, как с человеком, смущающим народ, как с юридическим раввином, как хотите, да, то есть не ложилось его учение им на сердце. И Господь с невероятным сокрушением говорит об этом. Один из толкователей вот этого места в Евангелии говорит, что повторение Иерусалиме, Иерусалиме Господь, как влюблённый жених, невесте, дважды имя повторяет, то есть показывает крайнюю любовь к этому городу. А ещё раз Иерусалим – это символ и церкви тоже, собрание верных, да, ведь церковь начиналась в Иерусалиме. И вечная жизнь, как названо, небесным Иерусалимом, да, то есть на земной Иерусалим спустится Иерусалим небесный, как написано в Откровении Анны Богослова, да, так что наша будущая жизнь в Царстве Небесном тоже названа Иерусалимом. Так что Иерусалим – это образ ещё раз очень большой, это не только конкретный вот город, да, в котором я сижу в данный момент. Ну вот, вот такое удивительное Евангелие, опять учащее нас стойкости и верности, трезвости, ума. Да, дай Бог нам оставаться со Христом, не насмотря ни на каких фарисеев и иродов. Вот, я желаю вам помощи Божией во всём. И хочу пригласить тех, кто новые подписчики нашего канала, ещё, может быть, не знают, пригласить вас стать спонсорами нашего канала и присоединиться к нашему утреннему кофе. На утреннем кофе мы обсуждаем, ну, всё более и более интересные темы. И я буду очень рада видеть новых друзей, именно друзей нашего канала. А спонсорство стоит очень недорого, всего 300 рублей в месяц. Стать спонсором можно при помощи кнопки «Спонсорство». Если она у вас вдруг на экране не появляется под каждым нашим видео, это означает, что, к сожалению, великому в вашей стране запрещено спонсорство кого бы то ни было на Ютьюбе. Но если кнопочка такая есть, то я буду очень рада. На утреннем кофе мы обсуждаем актуальные темы в прямом эфире. Так что вы можете участвовать, что люди делают, пишут. У нас там небольшая, но очень дружная компания уже, и мы рады будем новым членом, разумеется. Мы обсуждаем актуальные темы, такие, например, как благополучие, такие, как, например, отношения в семье, такие, как отношения, ну, как я уже сказала, к деньгам и финансам, воспитание детей, различные темы, различные темы о нашем восприятии современного мира и тех проблемах, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, как с ними жить, как их понимать правильно. Перешли на такое предложение. Раз в неделю мы обсуждаем фильмы. Мы вместе выбираем фильм, который смотрим за неделю, и по вторникам обсуждаем кино. Потом перейдем на книжки, я чувствую. Масса интересных мыслей и идей также от наших подписчиков, то есть от участников утреннего кофе. Условия такие на кофе нужно обязательно приходить к экрану, с чем-нибудь горяченьким попить, ну, или холодным, у кого очень жарко, с хорошим настроением и добрыми пожеланиями и мыслями. Мы не допускаем никакой агрессии, недоброжелательности, злости. Такого у нас нет отношения с самой дружеской. А если бывают споры, то всегда очень мотивированные и позитивные. Встречаемся мы по вторникам и субботам в 8 утра или в 9 по закрытой ссылке, которую я выставляю в комьюнити, в вкладке «Сообщество» только для друзей, то есть для спонсоров нашего канала. Почему спонсорство? Потому что мы хотим ограничить круг людей. Я не хочу делать эти стримы на очень широкую аудиторию. Тогда теряется вот это вот качество общения, интимность общения нашего. И просто эти передачи теряют смысл, превращаются в какой-то хаос. Потому что люди пишут все подряд, случайные люди попадают, которые даже не знают, о чем наш канал. Поэтому вот такая вот система. Это единственная система на Ютубе. Сделать стрим только для своих – это сделать спонсорский, так сказать, отдел. И вот 300 рублей в месяц, я думаю, небольшие деньги. Так что если есть возможность, приходите, будем рады. Ну а всех остальных мы, конечно же, ждем. А в пятницу на выпуске нашего блога «Святая земля сегодня». В этот раз он будет тоже на очень обсуждаемую и актуальную тему. И мы надеемся подарить вам свои мысли на этот счет. Надеюсь, умные. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До свидания и до скорых-скорых встреч.